Приветствую вас. Сначала мне бы, конечно, хотелось бы задать вам речный вопрос о том, почему вас волнует то, что говорят все женщины. То есть женщины, они могут вам элементарно завидовать, да? Женщины могут элементарно не переносить того, что вот они, например, в ваши годы, грубо говоря, были вынуждены ходить у своего мужчины, по, значит, ну, по струнке, да? Вот. А вы, соответственно, вот так вот теперь, значит, себя позиционируете. То есть вы вначале-то подумаете сперва о том, что вообще женщина может двигать, говорить вам подобные вещи, что может их стимулировать, говорить вам подобные слова. Это они о вас заботятся, да? Или что? Знаете, какая штука происходит? Понимаете, какой важный момент здесь? И если вас это задевает, если вас это задевает, то получается тогда, что проблема-то как бы она скорее у вас. Проблема ваша именно в, ну, например, проблема в неуверенности в себе, допустим, в вашей неуверенности в себе. И это нужно обязательно учитывать. Вот. То есть сначала проработайте мотив. Мотив, мотив, с которым женщины вам так говорят. Чего хотят этим сказать? Чего им нужно? Это. В какой цели им это нужно? Ну, что, неужели они позаботиться о вас таким вот образом пытаются? Понимаете, да? То есть, если действительно позаботиться, так вы у них так и спросите, как бы, а вы что, вы обо мне позаботитесь хотите так и так? Или что? Как бы, зачем? Ну, зачем такая ситуация? Зачем вы так и говорите? Почему? Для чего? Вот. Это вот первый момент. Значит, месяц назад я расстался с парнем, пытаясь побороть боль в душе. Из-за чего боль, почему боль? То есть, ну, расстались с парнем, понятно, не очень приятно, но боль, почему? Если боль, значит, это ваша собственная личная реакция. Если боль, значит, у вас были какие-то повышенные ожидания. Если боль, значит, у вас были какие-то желания. Вообще, в принципе. И как бы тонкость вся в том, да, значит, почему именно вам больно? Почему именно вам неприятно? Почему именно вам не по себе? тяжело? Вот. Зачем это связано? Во-первых. И зачем вы расстались? То есть, понятно, что это довольно серьезная и достаточно сильная, я бы сказал, травматичность. ситуация сама по себе, она довольно травматичная, травмирующая именно вас. Как бы. И с ней нужно в любом случае работать, чтобы это не осталось. То есть, отношения, там, грубо говоря, отношения, да, их можно отпустить. То есть, с этим нет никаких проблем. Если есть желание, то отношения можно отпустить. Довольно, в принципе, легко их можно отпустить. Вот. Другое дело, ну, если есть ли у вас потребность такая вы, это тоже другой вопрос немножко. Вот. Далее вы говорите о том, что нас обратили здесь к экспертам и вам порекомендовали чтобы вы нашли себе новые занятия, новые увлечения. Но опять же, поймите правильно. Да, поймите правильно. что какие бы увлечения вы не нашли, какие бы новые занятия вы для себя не открыли бы, нужно понимать при этом, что как бы сказать, что вы бежите от себя в этом случае. В этом случае вы как бы убегаете от себя каждый раз, каждый раз, когда ищете новые какие-то увлечения. Прямо это просто одно заменяется другим. одно заменяется другим. Если раньше были отношения у вас с мужчинами, допустим, ну или с мужчиной, допустим, ну вот, и вы получали что-то через эти отношения, как бы. То сейчас вы делаете то же самое, вы то же самое пытаетесь получить, только на этот раз именно непосредственно через какие-то другие свои увлечения, через какие-то другие свои цели, через какие-то свои другие задачи, через другую деятельность. И по большому счету ничего не меняется. Понимаете, какая штука. ого. Поэтому никто не думает, что совет он хороший. Совет, он правильный совет, в принципе. Понимаете, но это именно что совет, это просто совет. Это совет, но это не корень проблемы, которые кроются там немножко в других вещах вообще. Которые кроются там, например, в вашем детско-родительском сценарии, например. Например. Я не говорю, что это обязательно так, но например. И как вы, наверное, сами понимаете, да, как вы, наверное, сами догадываетесь, что если детско-родительский сценарий у вас есть, то там по себе он вас не отпустит. в любом случае. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, нужно вот срыва обдумывать именно эти вещи, на мой взгляд. дальше. Начинаем. Стал учить английский, я так поступил, записался на код срывописи, но ни у кого из моего окружения это не встретил доброжелательной реакции. Так, ну, во-первых, что мешало вам делать это все раньше? Что мешало вам заниматься всеми этими вещами, которыми вы занимаетесь сейчас, раньше, до того, как вы, например, расстались с молодым человеком, за своим. Ваше ли это интерес? Ваше ли это взгляды? Ваше ли это увлечение? Ваше ли это сфера деятельности? подумайте об этом. Далее идет ваша, точнее, реакция других людей. Да, то есть из вашего окружения реакция. Почему она вас, эта самая реакция волнует? Вообще. вашим окружениям было тяжело воспринять тот факт, что вы стали жить для себя. Почему? Да, потому что вы этим отличаетесь от людей, от своего окружения. Именно этим, и именно поэтому вы вызвали у них негативное, так сказать, переживание, негативную реакцию вы у них вызвали. вот и все. Поэтому к ней нужно относиться в общем-то довольно спокойно. Далее вы пишете о том, что значит, ну, одна женщина вам говорит какие-то вещи. Это от неудовлетворенности и от зависти. Соответственно. В основном, что у меня профессия творческая, так еще и занятия я нашла в себе, которые мне интересны, да и работа, да и в работе помогут. Выходит, что общество это причинает только негатив. Что по на сцене это мужик, который дурь выпьет. Почему они так говорят? Пытаются вас сделать такой же, как они. Почему то, что казалось бы, то, что должно вызывать позитивные эмоции и желание порадоваться и подружать, вызывает наоборот негатив и негодование? Потому что далеко не все люди способны порадоваться за других. вот. Далеко не все люди способны это сделать. Далеко не каждый может порадоваться за другого и проявить так скажем положительную эмпатию, потому что для этого нужно, чтобы человек был удовлетворен, для этого нужно, чтобы человек был в гармонии с собой, вот, а это, соответственно, в современном мире бывает редко, и встречается, как правило, ну, только у тех людей, которые являются либо вашими близкими, либо очень, ну, мудрыми и так далее. Вот. то есть рассчитывать, рассчитывать на то, что вас поддержат, рассчитывать, что за вас порадуются, не стоит. Другое дело, что вам, опять же, вам самой, это зачем-то нужно. И это вопрос. Это вопрос, в первую очередь, именно к вам. Зачем вам это нужно, почему вам это нужно, какая это потребность, в чем это потребность, как вы эту потребность соответственно удовлетворяете, вот, и так далее. И вот это, пожалуй, является самым главным вашим вопросом. Потому что анализировать, например, других, анализировать, например, то, что, ну, допустим, то, что хотят другие, то, что делают другие, то, чем занимаются другие, вот. Можно сколько угодно. Это довольно такое, знаете, бесперспективное абсолютно занятие, потому что сколько людей, столько им, и мне научство нужно именно вам. это уже вопрос, значит, это уже вопрос более такой приземленный и более достижимый. Вот. Что нужно именно вам? Чего хочется вам? Вот. для чего это все? Вот. То, что вы спрашиваете, для чего это все? Вот. Согласитесь, это куда более ценно и куда более полезно именно именно для вас. Вот. Соответственно, надеюсь, что на ваши вопросы я ответил. Вот. Так, значит, дальше. Дело в возрасте. Не по возрасту это уже, а почему они так говорят? А не по возрасту это уже кому? Вам или женщинам? А, как бы в любом случае, если женщина считает, что в 30 лет конец жизни, это их проблема, а при чем здесь вы-то, собственно говоря? Если женщина считает, что в 30 лет не должно быть своей жизни, и никакой профессиональной, личностной, творческой, культурной эволюции, то при чем здесь вы? На этом все. надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. радостного радостному umen вам Yeah, kers Продолжение следует...